Бытует мнение, что совесть – это инструмент управления рабами. Но поскольку это определение размыто, я предлагаю разобраться поподробнее. Виноват ли человек в том, что он принимает выгодные для себя решения, но в то же время немного непорядочные по отношению к другим людям? На мой взгляд, не совсем, потому что большинство событий, произошедших в нашей жизни, были предопределены. Мы не способны были влиять на свою жизнь в самые важные годы этой жизни, в то время, когда формировалась наша психика, и зачастую неправильные убеждения, а через убеждения можно управлять и действиями. Ты не будешь для всех хорошим. Это невозможно. Для кого-то ты будешь и плохим, а кто-то даже будет тихо ненавидеть тебя. Можно ли быть абсолютно совестливым и честным человеком в хищном конкурентном мире, где все хотят жить хорошо, где совесть иногда и мешает добиваться целей, где совесть позволяет уступить негодяю, потому что совесть сдерживает тебя. Там, где подлец попрет по головам. Можно ли среди всего этого найти баланс? Да, безусловно, жить без совести проще. Обманывай, манипулируй, рекламируй казино и букмекерки. Сотрудничай с подлецами, обустраивай себя. Только потом не удивляйся, когда у тебя будет репутация Амирана Сардарова, Миши Литвина и Эдварда Билла. Да, у них есть деньги, но вот допустим Амиран Сардаров не сможет отбелить свое имя, даже при желании, уже ничего не поделать, не откатить назад, не переиграть, не обмануть. Все все видели, все все запомнили. Именно поэтому ему будет практически невозможно вновь выстрелить на ютубе. А он бы так этого очень сильно хотел. Возможно, есть то место, где нас осудят. Тебя все равно видно. Иногда люди делают вид, что не видят тебя. Но когда наступит время принимать важное решение о тебе, то выберут не тебя. На мой взгляд, не существует людей без греха, абсолютно честных, абсолютно совестливых, следующих своим идеалам и принципам на все 100%. Ты делаешь в конечном итоге все для себя, живешь для себя. И когда твоя жизнь заканчивается, с ней заканчивается и все остальное. Но другая жизнь продолжается. Чувствуешь ли ты ответственность за свою жизнь? Считаешь ли ты, что тебе нужно сделать мир добрее, умнее и порядочнее? Или просто прожить жизнь, чтобы кайфануть? Получить эгоистичное удовольствие? В такой жизни не будет особой пользы? Для других? Или может тебе нравится, когда другие люди смотрят на тебя и завидуют тебе? Мы же не равны. У кого-то статус выше, денег больше. Высокомерие прослеживается. По моим наблюдениям, человек все равно жалеет об этом. Знаете такое высказывание? Наплюй на все, наплюй на совесть, иди по головам к своей мечте. Но если я иду по головам, значит я иду и по вашим головам тоже. Разве нет? Если я рекламирую казино, значит я имею процент с ваших проигрышей. А потом еще и называю вас друзьями и улыбаюсь на камеру. И радуюсь тому, что смог обмануть вас. Ну и кто же тогда я? Человек не всегда способен самостоятельно пересобраться и перестроиться. Поработать над убеждениями, поставить под сомнение свои убеждения и взгляды. Иногда человеку требуется помощь, но эту помощь не предоставляют. Вопрос воспитания. И вопрос к родителям. А почему вы так бездарно воспитали вашего сына, что его обманывают чуть ли не на каждом шагу? Вы вообще в курсе, что вы подставляете тем самым вашего сына под этот хищный мир, где зачастую нет ни совести, ни жалости. Мошенник видит в вашем сыне только жертву и больше ничего, потому что у него нету этой самой совести. В прошлом ролике я сказал, что убеждения, основанные на порядочности, навязаны. Я не отказываюсь от своих слов. Я действительно так считаю. Потому что ненавязанных убеждений не существует в принципе, если углубиться в тему. Среда, наш язык, наша культура, воспитание, окружение сформировали нас полностью. Даже акцент, манера речи, какие-то фишки, шутки, приколы нам не принадлежат. Все то же самое делают и другие люди, только чуть другими словами и с чуть другими лицами. Индивидуальности и личности как таковой не существует. Мы продукты культуры, но можно учиться и развиваться, и посмотреть, а что находится за культурой, и как она влияет на наше мышление. Совесть. Манипуляция? Ну в какой-то степени, да. В хищном конкурентном мире всегда и везде действовать по совести, это значит играть себе в жёсткий минус. О каких сомнениях может идти речь? Тот, кто понял жизнь, готов бороться за себя. Но какими методами и средствами? Это вопрос открытый. Почему люди без совести получают больше? Так ограничений же нет. То, что кто-то будет страдать и недополучит своего, ему по барабану. Главное, что у него всё хорошо, а другие чужие люди ему как-то особо безразличны. Это просто средство для него. Не более, у него не будет грызть совесть, даже если он забрал последнего бедняка. Он считает его лопухом. Ему якобы не нужно. На мой взгляд, человеку нужно по возможности стараться приносить пользу людям. И тогда он будет понимать, что он не зря живёт. Что есть смысл в такой жизни, где ты хочешь сделать мир лучше и добрее. И не потому, что ты хочешь всем понравиться и произвести на кого-то впечатление. Это для зрелого человека второстепенно. Зрелый, совестливый человек просто не понимает, а для чего мне приумножать зло. Может быть, мне лучше выступить на стороне добра. Ведь каждый человек, которого я встречаю на своём пути, это и есть я, но в другом теле. Единственное, что у меня по-настоящему есть, это моё слово. И если у меня заберу даже его, то у меня вообще ничего не останется. Я не могу следовать принципам совести на все 100%, но я стараюсь это делать, насколько возможно. Как выстраивается иерархия? 100% способ повысить уверенность и поднять самооценку до любого уровня. Как научиться быть готовым к конфликту в любую секунду, при этом быть расслабленным и не париться? Как распознавать скрытые невербальные сигналы? Как научиться предвидеть действия до их воспроизведения? Друзья, на моём телеграм-канале уже есть конкретные и подробные рекомендации, что и как делать, для того, чтобы чётко и грамотно выстроить свою психику. Всё готово, всё уже расписано в мельчайших подробностях и ждёт вашего прочтения. Всех жду и добро пожаловать!